Знаете, какое самое большое опасение вызывает необходимость или желание бросить снижать вес? Наверняка вы и сами с этим часто сталкивались. Я боюсь ходить в долгую, потому что сорвусь. И действительно, многие выбирают вариант диеты на несколько недель, желательно не более месяца. Если хочется убрать 3-5 кг, то здесь подойдут практически любые программы и методы. Но речь тут, конечно же, не о голодании. Эту цель легко достичь. Дальше уже важно сохранить результаты, работать над привычками. Такое похудение называется короткой дистанцией. Сегодня же мы поговорим про долгую дистанцию, когда нужно сбросить 10, 20 и более кг. Именно здесь многие совершают ошибки, которые зачастую приводят к срывам. С вами я, Светлана Никитчук, эксперт по снижению веса более 13 лет. Я делюсь с вами безопасными и доказанными способами питания, которые показали себя таковыми после многочисленных исследований. Запись на программу снижения веса вы найдете по ссылке сразу под этим видео. Итак, как же принять для себя длинную дистанцию на похудение и не попасть в ловушку срывов? Первое и самое важное правило нужно понять и сразу с собой договориться, что ваше похудение не будет длиться быстро. Вы не увидите минус 20 кг за месяц. Нормальным снижением веса считается потеря от 3 до 5 кг в первый месяц, а дальше эта скорость похудения будет снижаться. Например, если вы увидели минус 5 кг после первого месяца, дальше будет минус 3, потом минус 2 и так далее. Может дойти до того, что за очередной месяц вы потеряете всего лишь килограмм или того меньше. Это нормальная динамика. То есть при похудении в долгую вы должны понимать свою цель. Похудеть на 10 кг через 3 месяца, на 20 кг через полгода и на 30-40 через год. Не ждите быстрых результатов в размере 10, а то и 20 кг уже через месяц. Иначе вы испытаете разочарование, которое приведет вас к срыву. Важно, чтобы ожидания и реальность совпадали. Можно ли начинать длительную дистанцию похудения с голодовок? Нет. Это еще одна ошибка, которая приведет к срыву. Конечно, для быстрого результата хочется выбрать программу пожестче, но в долгой перспективе это не работает. Организм объявит забастовку. Жестко точно нельзя. Но и слишком мягко тоже не стоит. Например, убрать с рациона только сахар будет недостаточно для того, чтобы на весах через месяц появился ожидаемый результат в минус 5 кг. Это хороший шаг, но этого недостаточно. В таком случае на весах через месяц можно увидеть только минус кило. А это вас демотивирует и захочется бросить. Должна быть золотая середина. Так как же ее достичь? Представьте, что вы прямо сейчас сидите на стуле. Он устойчивый, крепкий, стоит на четырех ножках. С такого стула вы точно не упадете. Но что будет, если у стула окажется не 4, а 3 ноги? Или даже 2? А может быть одна? Вывод очевиден. С него очень легко упасть. Так же, как и с похудением в долгую. Это процесс, который держится на четырех важных столбах. Давайте подробно рассмотрим каждый из них. Первый важный пункт в длинной дистанции похудения является ваш рацион. Безопасный дефицит калорий. Но и здесь нужно правильно разобраться. У всех на слуху 1200 калорий, как ежедневная норма. Однако подойдет она тем, у кого изначальный вес меньше 65 кг. Выше этого веса подойдет программа в 1500 калорий, а то и еще больше. И отсюда сразу же вытекает второй пункт. То есть вторая устойчивая ножка стула, а именно режим питания. Вы же планируете свой график на день и на неделю? Вот и график питания тоже важно планировать. Я на своих программах часто повторяю золотое правило, поделюсь им и с вами. Режим питания – это наш оберег от зажоров. Как он выглядит при правильном подходе? Обязательно нужно позавтракать. И позавтракать важно в первый час после пробуждения. Да, я снова ссылаюсь на научное доказательство, что своевременный завтрак обеспечивает хороший желчаток, работу ферментов, работу гормонов и инсулина. Через 4 часа после завтрака, когда все переварится в ЖКТ, начнут повышаться гормоны голода, а значит пришло время обеда. Затем полдника и так далее. Таким образом, вам не захочется переедать на ужин. Если же вы в погоне за жесткой программой решите проигнорировать один или два приема пищи на ужин, вас ждет переедание. И ни в какой колораж вы просто не влезете. Захочется добавки сладенького и привет с рыб. Думаю, тут все понятно, поэтому перейдем к третьей важной основе нашего похудения в долгую. Речь о физической активности. Но только о посильной активности. Если до сего дня вы спортом не занимались, то не нужно сразу бежать на стадион и освоить все тренажеры в спортзале. Достаточно просто подключить прогулки или скандинавскую ходьбу. Важно, чтобы пульс повысился до 130 ударов в минуту. Это уже будет хорошая жиросжигающая тренировка без стрессов, противопоказаний и срывов. Четвертая составляющая правильного похудения на длинной дистанции заключается в режиме сна. Чтобы встать бодрым завтра, лечь спать нужно вовремя сегодня. То есть до 12, а желательно от 22 до 23 часов вечера. Если вы организму не дадите нужное количество сна, не будет и желание двигаться. Зато возникает желание компенсировать внутреннее бессилие и недовольство сладким. И снова здравствуй срыв. Видите, как влияют устойчивые ножки стула на то, чтобы вы не упали? Именно планирование этой базы способствует начать правильное питание без срывов. Кстати, поделюсь еще одним секретом, как отслеживать свои результаты, даже если по каким-то причинам кажется, будто вес стоит на месте. Обязательно советую сделать измерение объемов в начале похудения и делать их еженедельно. Многие этот момент упускают и смотрят только на вес. В своей практике я часто наблюдаю, что вес может меняться по разным причинам. Например, это касается женщин, которые начали процесс похудения в первые дни цикла. Тут и так самый низкий ваш вес. Зато через 2 недели во время овуляции будет затяжка жидкости, а значит и вес будет больше, и это нормально. Зато ваши измерения покажут другое. Вы увидите, что талия уменьшилась, объемы стали меньше, все идет по плану, поэтому так важно делать измерения раз в неделю. Если вы чувствуете, что самостоятельно начать похудение на длинную дистанцию вам сложно, я могу помочь вам в этом. Приходите на нашу программу «Нудрецологика». Мы подробно разберем, что у вас есть сейчас в плане веса, образа жизни, привычек питания. На основе этих данных мы мягко скорректируем вашу жизнь в сторону улучшения вашего здоровья и веса. Ближайший поток 7-недельной программы стартует в начале сентября. После окончания программы вы станете диетологом для самого себя. Как узнать подробности о программе, переходите по ссылке в описании под видео и запишитесь на курс. На нем мы мягко встроим новые привычки в вашу жизнь. Итак, давайте подведем итог. Похудение в долгую мы не начинаем с жестких программ и не гонимся за быстрыми результатами. Обязательно планируем питание не только по калориям, но и по режиму. Он должен включать в себя завтрак, обед, желательно полдник и уни. Мягко добавляем в свой рацион график тренировок и внимательно регулируем режим сна. Надеюсь, я смогла ответить на ваш вопрос о том, как худеть без срывов и стресса для организма. Ставьте лайк, если было полезно для вас сегодня. Подписывайтесь на мои социальные сети, где я даю еще больше проверенных рекомендаций для вашего здоровья и красоты. На сегодня у меня все. Встретимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok